Я бы хотел всем вам рассказать, как развивалась химия фосфора и какие ученые внесли наибольший вклад в эту область химической мемолоки. Я бы хотел познакомиться с теми направлениями исследований, которые проводились мной, совместно с моими учениками и последователями, и продемонстрировать, как эти исследования в область химии фосфора вписываются в современные тренды развития мировой науки. Ровно 355 лет назад, в 1969 году, Баглобовский химик Хейнбрандт открыл элемент, которого назвали фосфор, то есть с латинского означает «светонос». Вот фосфор – это первый элемент со времен античности, имеющий точную дату своего открытия. И это событие нашло свое отражение вот в картине английского художника Джона Райта, на которой изображен алхимик, который пытается получить философский камень, но к своему изумлению открывает фосфор. Несколько слов об этом элементе. В обычных условиях фосфор существует в трех аллотропных модификациях. Это белый, красный, черный. И аллотропия – это вот такое физико-химическое явление, при котором атомы элементы, вот здесь на слайде видно, образуют разную кристаллическую решетку. И в результате каждая вот такая аллотропная модификация обладает особыми свойствами. И если белый фосфор, он представляет собой молекулу П4, то черный фосфор – это материал, который по своему строению подобен графиту. Что же это за элемент фосфор? Хорошее определение фосфору дал академик Рейсен-Айденч Ферсман, который сказал, что фосфор – это элемент жизни и мысли. Действительно, костная структура человека и зубная эмаль – это в основном фосфат и кальция. Многие процессы в организме, к примеру, сокращение мышц, передача нервных импульсов, они невозможны без участия фосфор-органических соединений. И универсальным источником энергии для таких биохимических процессов в организме является АТФ, то есть аденозин-3-фосфат. Вообще, первые сведения об органических соединениях фосфора появились в начале XIX века, когда французский химик Луи Ваклен выделил из ткани мозга фосфолипид, лецитин. Это первый фосфор-органический продукт. Позднее его ученик Луид Тенар получил метилфосфины. Это первые синтетические вещества, молекулы которых содержали фосфор. Однако систематическое изучение фосфор-органических соединений начинается только в 70-х годах XIX века в работах немецкого ученого Августа Михаэлеса. И в научную литературу имя Михаэлеса вошло благодаря реакции Михаэлеса Бекера, открытой в 1998 году. Михаэлес не нашел практического примения фосфор-органических соединений, однако он догадывался о значении этого класса соединений. И в своих работах он писал, по моему мнению, это направление следней в своем дальнейшем развитии приведет ко многим неожиданностям. Если ему не принадлежит настоящее, то оно будет иметь большое будущее. И это предвидение подтвердилось уже в начале XX века благодаря нашему земляку, выдающемуся химику-органику Александру Георгиевичу Арбузову. Именно Арбузов открытием своей известной перегубивки эфиров кислот трехвалентного фосфора под действием алкилогенидов заложил основу химии фосфор-органических соединений в России. И в свое время Академик Несмьянов метко подметил, что Арбузовская перегубировка является столбовой дорогой к синтезу фосфор-органических соединений. Развивая свои исследования, Арбузов многого времени уделил изучению и тотомерии, и фосфористой кислоты, и реакциях, и их металлических производств. Именно изучая эти соединения, он вместе со своим сыном, тоже выдающимся химиком Борисом Александровичем Арбузовым, был открыт новый способ получения свободных радикалов три арилметилового ряда. А вот с профессором Александром Ивановичем Разовым, который работал тогда в Казанской химико-технологическом институте, был синтезирован фосфор-органский эфир. Это второе уравнение. Вот этот эфир способен давать натриевые и калевые производные, с которыми можно шлить подобные синтезы, что и с ацетокусным эфиром. В эти же годы Арбузов и его ученики свои исследования направили на поиск полезных для народного хозяйства биологически активных веществ. И толчком к этому послужили исследования в ряду производных пирокислот фосфора, то есть соединений со связью ПОП. А вот они на нижней строчке представлены, в результате которых был получен лекарственный препарат пирофос и пестицид октометил. Тем не менее, вот эти исследования в те годы носили в первую очередь академический характер, поскольку ни Арбузов, ни его ученики в эти годы еще не имели представления представления о токсичности фосфороорганических соединений. Все изменилось в преддверии Второй мировой войны, и в конце 30-х годов сотрудник концерна «Экфарбен Индудастри» Герхард Шрадер запатентовал общую формулу инсектицидов, среди которых был найден невероятный по своей убийственной силе препарат, который назвали таблбун. И уже летом 1942 года начинается массовое производство табуна, как боевого отравляющего вещества. И позднее Шрадером были изобретены такие вещества, как зазорин и заман, которые оказались настолько эффективными, что на протяжении многих десятилетий были и сейчас еще остаются главными боевыми отравляющими веществами в арсенале крупнейших армий мира. Понимая опасность применения этих веществ во Второй мировой войне, Государственный комитет обороны СССР в 1941 году поручает группе химиков под руководством Арбузова ресинтезировать одно из этих отравляющих веществ, зазорин, с чем наши химики, это и Александр Евгеньевич, и Гильмхарич Камай, которым я скажу позднее, успешно справились. И вот во многом благодаря этим работам советских ученых удалось предотвратить применение отравляющих фосфорорганических веществ в ходе Второй мировой войны. Изучение механизма действия соединения фосфора, которое заключается в угнетении такого фермента, как холестераза, за счет его фосфорирования. И вот изучение этого механизма были начаты широкие исследования по поиску новых фосфорных соединений, изучение их механизма токсического действия, метаболизма, изысканию средств антидотной терапии. В середине XX века в Советском Союзе у нас формируются мощные научные школы по химии фосфороорганических соединений в таких крупных центрах, как Москва, Казань, Киев, Санкт-Петербург. В Казани это школа академиков Арбузовых и члена корреспондента Будовика. В Москве школа академиков Вольфковича и Кабачника, члена корреспондента Мострюковой. В Санкт-Петербурге это школа академиков Воронкова и члена корреспондента Петрова. И, наконец, в Киеве это школа академиков Кирсанова, Марковского и Кухаря. К сожалению, с началом перестройки и развалом Советского Союза исследования в области химии фосфора во многих центрах стали затухать. И, пожалуй, только в Казани это направление сохранилось, причем оно не только сохранилось, но и получило новое развитие. И это произошло во многом благодаря академикам Арбузов, которые практически столетия возглавляли Казанскую химическую школу. Именно Арбузовская школа воспитала целую плеяду выдающихся ученых фосфороргаников, которые обогатили эту область химической науки новыми идеями и открытиями. Вот я вспомню лишь трех ученых, которые, на мой взгляд, сыграли важнейшую роль в развитии Казанской фосфорорганической школы второй половины XX века. Начну с Гидма Харыча Камая, первого профессора химика среди татар, основателя научной школы большевикоорганических соединений. Вот открытая им реакция эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым углеродом, которая приводит к образованию трехлорметилфосфоновых эфиров, и сегодня является универсальным методом синтеза различных классов фосфорорганических соединений, имеющих практическое значение. Василий Семенович Абрамов открыл реакцию присоединения диалтилфосфористых кислот к карбонильным соединениям, так называемая реакция Абрамова. И вот на основе этой реакции он синтезировал более ста различных эфиров альфа-гидроксиалтилфосфоновых кислот, изучил их свойства и механизм образования. И, наконец, Аркадий Николаевич Попудовик, создавший свою всемирно известную научную школу, к которой относится с себя и ваш покорный слуга. Он автор основополагающих работ в области химии фосфора, которые по оригинальности своих идей и фундаментальности полученных результатов стали уже классикой органической химии. Особое место занимает открытая Попудовиком и носящая во имя реакция присоединения неполных фосфитов к непредельным соединениям, границы применения которой к настоящему времени значительно расширены, использование которой позволяет получать широкий спектр веществ, имеющихся в составе кратной связи. Александр Юнгельевич Арбузов четыре раза номинировался на Нобелевскую премию по химии, но, к сожалению, как многие другие советские ученые, не стали ее лауреатом. Но его вклад в науку высоко оценен мировым научным сообществом. Вот как высказывался об Арбузове лауреат Нобелевской премии Александр Тодд на открытии Конгресса Международного Союза по теоретической и прикладной химии, прошедшем в Москве в 1965 году. Он говорил, говоря о почти легендарных людях прошлого, мне хотелось бы сейчас вспомнить человека, который сам олицетворяет, можно сказать, живую легенду. Академика Александра Ерменьевича Арбузова. Одну из величайших фигур в органической химии фосфора. Я горжусь нашей с ним дружбой. В свое время, еще будучи в Советском Союзе, Борису Александровичу и Ака Николаевичу Подовику в 1975 году была признана Ленинская премия за цикл работ «Новые пути синтеза. Изучение строения фосфороорганических соединений». Конечно, в аудитории может возникнуть свой вопрос. Вообще, присуждались ли Нобелевские премии за исследование фосфороорганических соединений ученым из других стран? Да, и таких лауреатов несколько. Начну с человека, о котором я уже упоминал. Это лорд Александр Тоттон, выдающийся английский химик, удостоенный Нобелевской премии за работы по фосфорилированию нуклеозидов, в которых он исследовал различные фосфорилирующие агенты и механизмы фосфорилирования. Нобелевская премия была признана немецкому химику Георгу Виттигу за разработку новых методов органического синтеза сложных фосфор, содержащих соединений. И вот в основе этих методов лежит реакция Виттига. Вот это взаимодействие элитов фосфора с карбонильными соединениями, в результате которой образуются вещества с новой углерод-двойной связью. Реакция Виттига бесценна при получении сложных фармпрепаратов, таких как искусственные витамины А, производные витамины В, Д, эстероиды. Американские биохимики Эдмонд Фишер и Эдвин Крэп за открытие, касающиеся обратимого белкового фосфорилирования, были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. И, наконец, Нобелевская премия по химии была признана японскому ученому Резен Найори за работы по хиральным катализаторам гидрирования для промышленного синтеза простагландинов и оптически активных аминокислот. Эти катализаторы содержали в своем составе вот такой хиральный фосфорный элегант, который называется Бенап. К началу XXI века, конечно, хемия фосфороорганических соединений постепенно трансформируется, становясь не только предметом чисто академических исследований, но и мощным синтетическим инструментом конструирования новых веществ и материалов, востребованных для решения важных практических задач в интересах общества. Вот на этом слайде представлена лишь небольшая часть областей практического применения соединений фосфора. Это и лекарства, и средства защиты растений и животных, и катализаторы, и пластификаторы, ингибиторы коррозии, и, наконец, огнезащитные добавки. Но в основе этих веществ и материалов всегда лежит, как правило, новая фосфороорганическая молекула. Ну, давайте, наконец, поговорим о ней. Основным ресурсом для получения соединений фосфора является белый фосфор, вот та первая аллотропная модификация, которая представляет собой высокореакционную молекулу П4. Его производят в промышленных масштабах, спекая природные фосфаты, кокс и кремнезиум. И технологии на основе реакции белого фосфора с различными окислителями, в первую очередь с хлором и кислородом, являются доминирующими сегодня в промышленности. Используя вот таких базовых продуктов построено многотоннажное химическое производство ключевых фосфороорганических соединений, которые выходят на мировой рынок. Однако вот эти так называемые хлорные технологии создают серьезные экологические проблемы, связанные с выделением в качестве вредных отходов больших объемов хлористого водорода. Наряду с вредными отходами, загрязняющими воду, почву и атмосферу, которые провоцируют вывозивание кислотных дождей, требуют затраты этой электроэнергии и топлива для их утилизации. И вот чтобы избежать экологического ущерба от этих производств, ученые начали задумываться о бесхлорных технологиях получения фосфороорганических веществ напрямую из элементного фосфора. Вот по такой схеме. И вот реализация, конечно, подобных технологий, без сомнения, позволит обеспечить реализацию модели устойчивого развития нашей планеты. Что это за модель, спросите вы? А вот в 1983 году, в результате быстрого ухудшения экологического состояния планеты, была создана Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию под представительством премьер-министра Норвегии Гро Харлем Брунтлан. Эта комиссия представила додоклад «Наше будущее» на Генеральной Ассамблее ООН, в котором впервые был употреблен термин «устойчивое развитие». Устойчивое развитие – это право людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. И вот эта модель устойчивого развития предполагает реализацию трех целей. То есть обеспечение социальной справедливости, экономической эффективности и экологического императива. Модель устойчивого развития – оно дал толчок к тому, что в 1991 году агентство США по охране окружающей среды сформировало программу по зеленой химии. Этот термин ввел научный советник этого агентства Пол Анастас. И целью зеленой химии является не устранение последствий химического воздействия на среду, а предотвращение этих загрязнений на самых ранних стадиях планирования и осуществления химических процессов. Вот Анастасом также были сформулированы 12 принципов зеленой химии, реализация которых значительно изменила пейзаж химической промышленности в Соединенных Штатах Америки и других странах. Оказалось, что электрохимия, как никакой другой метод, отвечает этим принципам зеленой химии, а именно обеспечивает процессы безотходность, энергетическую эффективность, атомоэкономность, безопасность, анализ и контроль лежащих в основе экологически безопасных технологий, химических, биохимических и фармацевтических производств. И благодаря конструированию и выпуску современных электролизоров, мировая промышленность сегодня переходит от классических технологий получения практически важных химических продуктов, в первую очередь лекарств, на электрохимические технологии. Таким образом, эффективной альтернативой существующим, так называемым, хлорным технологиям получения фосфороорганических соединений может стать электросинтез последних, непосредственно из белого фосфора, который позволяет исключить образование вредных отходов и поставить под контроль химические процессы получения соединений фосфора. Наверное, следует остановиться более подробно на этом процессе, как это происходит действительно на практике. Вот, в общем, видите, процесс превращения фосфора в фосфорорганические соединения представляет собой последовательное повторение стадии дуклеофильной атаки на молекулу П4 и захвата фосфорного аниона электрофилом. Нами с профессором Юльгерной Будниковой был развит подход, при котором реагенты генерируются на электродах непосредственно в ходе электролиза. Вот посмотрите, в электрохимической ячейке возможно образование, возможно одновременно генерирование нуклеофила, например, гидроксид или алкоголя от аниона, а на катоде, вернее, вот именно на катоде, а галогена на аноде. И вот совместное действие этих реагентов на фосфор приводит к разрыву всех связей фосфор-фосфора и образованию различных эфиров кислот фосфора. Нам также удалось разработать электрохимический подход к синтезу соединений фосфора со связью фосфор-углерод, что очень-очень важно, а именно в первую очередь через вот таких третичных фосфинов из белого фосфора и органических галогенидов в условиях металлокоплиликсного катализа. И вот здесь в качестве катализатора процесса выступает электрохимически генерированный комплекс сунителя в низких степенях окисления. Таким образом, высокая селективность, мягкие условия процесса, высокая конверсия белого фосфора в эфире, а также третичные фосфины делают электрохимическую технологию реальной альтернативой существующим химическим производствам соединений фосфора. Электросинтез позволил нам решить важную фундаментальную проблему. В учебниках по химии фосфора всегда имелся один существенный пробел. Вот в ряду соединений фосфора в различных степенях окисления отсутствовали данные о его устойчивых производных со степенью окисления минус один. Гипотетически можно было предположить, что таким соединением, в котором атом фосфора находится в такой степени окисления, могла бы быть вот такая окись фосфин. Действительно, эта молекула ранее была спектрально обнаружена на Сатурне, а попытка синтеза, ее завершались лишь детектированием физически медовыми в ходе окисления фосфина при сверхнизких температурах. Но вот развитие электрохимического меда позволило профессору Российской академии наук Дмитрию Григорьевичу Ихфару впервые экспериментально получить окись фосфина в ходе десинтеза гипофосфористой кислоты при электросинтезе белого фосфора в воде. Принимая высокую реакционную способность этой молекулы, нам удалось ее стабилизировать путем введения в реакцию СУИС-комплексов с целью рутения и таким образом выделить в виде коронационного соединения. Химия этой новой молекулы сегодня активно изучается в лаборатории Дмитрия Григорьевича Ихфара. Я говорил об электрохимическом подходе для раскрытия тетрайдера белого фосфора, но есть еще один подход, который особенно активно развивается в последние 20 лет, это раскрытие молекул белого фосфора и его трансформация в коронационную сферу переходных металлов. В результате такого раскрытия могут быть, вот вы видите здесь в таблице, получены различные типы моно, ди, полифосфорных элегандов, которые стабилизированы в коронационной сфере металла. Важно, что молекула П4 может не только презерпевать фрагментацию в сфере металла, но и трансформироваться в другие производные, в которых сохраняется фрагмент П4 в виде последовательной цепочки из атома фосфора, которые дальше можно подвергнуть функционализации с образованием уже фосфор-углеродной связи. Вот на этом слайде показаны коронационные соединения с полифосфидными элегандами, которые образуются при трансформации молекулы П4 под действием дифосфиновых комплексов металлов подгруппы кобальта в результате последовательного раскрытия связи фосфора в фосфор. Вот одна разрывается, вот две разрываются, и там дальше мы уже видим цепочка, линейная цепочка из четырех атомов фосфора. Все эти соединения с необычной архитектурой были синтезированы и выделены в лаборатории профессора Нигфара. Но вот более сложная задача оказалась выделить активные полифосфорные молекулы в свободном состоянии, чтобы исследовать их химическое поведение. Тем не менее, эту задачу удалось решить Василию Трульевичу Милюкову, который удачно разрушил молекулу белого фосфора, с щелочными металлами в условиях межфазного катализа. Ему удалось выделить вот такой циклический полифосфит-анион, который устойчив в растворе. И вот химическое поведение этого фосфорного аниона уникально. Например, при действии компли-эксософ-никель он может трансформироваться в другие соединения, теряя один или несколько атомов фосфора. Вот так нам удалось синтезировать другой анион, содержащий в кольце только два атома фосфора. Синтез этого дидифосфа-аниона открыл путь к целой серии уникальных реакций цикла присоединения, позволяющие получать сложные фосфор, содержащие каркасные структуры. Вот было показано, что на основе такого пентофосфолит-аниона можно также уже строить сэндвичевые структуры, которые сохраняют состроение такого фосфорного аниона. Однако, меняя условия процесса, при которых фосфорный анион теряет атом фосфора, удалось сконструировать уже трехпалубные сэндвичевые соединения, которые содержат в качестве центральной палубы вот такую уникальную молекулу, как петрофосфобутадиен. Необычно ведут себя в реакции с комплексами металлов и дифосфолит-анилов, где у нас молекула с двумя атомами фосфора. На направление этого процесса влияет природа металла, комплексов, в реакции с которыми он участвует. Так в солями железа образуются сэндвичевые структуры тетрофосфоферроцент, где связь с железо-легант формируется за счет электронной системы всего цикла. Если же ввести в реакцию соединение никеля или медиа, они здесь уже в правой части, то они дают с анионом плоские биодезерные комплексы с прямой консольной связью фосфор-металл. И вот создание таких гигибридных молекул, содержащих атом металла в новом элегантном окружении, может быть использовано для поиска среди них молекулярных магнетиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok